А игра при этом стоит, знаете, 150 баксов где-то Кто-то раньше на заводах фасовал конфетки Слушайте, ну он красавчик, он шарит за всё Так или иначе, ты всё равно можешь проиграть Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП Меня зовут Дима И на канале Кинг Диэм вышел новый видосик Про то, как они сделали игру, в которую можно поиграть всего лишь один раз Сейчас пойдём вместе его смотреть Перед началом не забудь подписаться, если ты не подписан Забегай в мой Телеграм, там всегда новости Когда следующая реакция, стрим, летсплей и многое другое И погнали смотреть Сегодня я сделаю игру, в которую можно поиграть только один раз И если ты проиграешь, ты больше никогда не сможешь поиграть в неё вновь Так Видите ли, в любой игре поражение не имеет никакого значения Ну да, ты проиграл, и что? Ну вот поэтому в неё так всегда и хочется играть Он по факту решил сделать реал лайф, да, своеобразный? Потому что в реал лайфе, если ты проиграл, то всё Такой вот маленький советик от Димы Типа Топа Используйте игры как тренажёр реал лайфа Потому что некоторые моменты, там, в стратегиях или даже в каких-то экшен-играх Я подчёркиваю себе в жизни Те шаги, те предпринятые мною решения в определённых играх иногда действуют и здесь Снова поиграй, ну может быть в этот раз и выиграешь Ах, скучно! А что если, проиграв, ты больше бы никогда не смог поиграть в неё вновь? Уууууу, вот это другое дело! Пояснительная бригада о геймплее Вас и какого-то рандома, ну или можете друга позвать Привозят в лес в какую-то избу Далее высадитесь друг перед другом А после чего играете три раунда в русскую рулетку И с каждым разом добавляете по одному патрону в револьвер Выиграл, у тебя будет и слава, и признание, и ачивки, и дев... А, стоп, что? А проиграешь? Тебя кик... Ну, знаете, если бы такая игра реально существовала в Стиме То, я думаю, каждый уважающий себя какой-нибудь летсплейщик Обязатель... летсплеер, не знаю Обязательно в неё поиграл Я бы как минимум точно поиграл бы Кто-то из игры навсегда А если запустишь игру снова, то на главном экране будет надгробие с твоим ником А ещё игра будет синхро... синхро... Синхронизироваться с твоими часиками на компьютере Так что ещё и прифигачим точное время твоей кончины в игре И всё, ты вечно будешь смотреть на своё надгробие Грустная концовка А игра при этом стоит, знаете, 150 баксов где-то Типа купил, проиграл и всё До свидания Грустная концовка Моделированием, анимациями и прочими задротскими вещами Я буду делать менюшку игры Почему во всех современных играх такая убогая менюшка игры? Вдумайтесь, в 2005 году ныне покойная легенда Medal of Honor имела вот такую менюшку игры Да даже далеко за примерами ходить не нужно Та же серия игр метро, когда каждая кнопка анимирована Ну круто же Я залетел, как обычно, в Миджорни и написал рабочий стол в советском стиле 50-х годов Old school, old school Чтобы там был светильник, старый телефон, ну вот этот, который с колёсиком Аяхаза, как он называется, часы и всё это в тюрьме Старый телефон с колёсиком, а больше как ты его ещё назовёшь? Умейте ним пользоваться? Я его ещё застал Я шарю как там вот это набирать номера Потому что я видел в ТикТоке, как давали мамы своим детям, типа, вот этот телефон И говорят, позвони мне Ты шо? У них просто коллапс случался И в итоге из 80 вариантов я выбрал вот этот И закинул его в новый фотошоп тоже с нейронкой Я убрал вид Блин, красиво Миджорни рисует Блин, ну, говорят о том, что нейросети скоро убьют половину профессии Но это правда, посмотри, посмотри Мало того, что фотошоп может тебе вот сейчас поменять какие-то детали Зафигачить Во-первых, столько, как бы, упрощений для людей Которые остаются при работе Но и столько людей потеряют работу Да, ну, это технология Это неизбежная, как бы, часть нашей жизни Кто-то раньше на заводах фасовал конфетки А сейчас не нужно это делать Вы же понимаете Сейчас это делает всё машина Поэтому При выборе своей профессии Подумайте сразу о будущем Если она сейчас популярна Это не значит, что через 5 лет она будет такой же популярной Думайте Слишний мусор со стола Я даже охоза, что это? Добавил чашку чая Сгенерировал кубок А потом поймёте, зачем Далее Я снова залетел в Миджогу И сделал документ в стиле рисовок Леонардо да Винчи Который объясняет правила игры в русскую рулетку И положил его на стол А ещё добавил телефон И тоже положил его на стол И теперь нам нужно вырезать каждый объект Который будет анимирован И залетаем в After Effects В первую очередь я поменял фотку часов на анимированные часы В том же стиле Слушайте, ну он красавчик Он шарит за всё вообще Я по прошлому ролику и сужу Он был способен засунуть на рандомную карту Два, почти три миллиона человек Чтобы они там между собой дрались Дать им какую-то физику при этом Умирание там, типа стрельбы и так дальше Сейчас он шарит за фотошоп За After Effects За всё это дело Таких работников Ну если бы конечно у нас были Рядом по соседству какие-то компании Типа Google Типа Амазона Или там ещё чего-то Они бы расцеловывали Человек на всё способен И всё работает После чего, ну типа тут тёмная комната И светильник горит Значит, ну по-любому будет видна пыль Поэтому я добавил пыль После чего я добавил вырезанные фотки на фото И тупо анимировал их И добавил некий эффект свечения Добавил на бумагу физику полёта бумаги Добавил небольшой дымок на чай Ну типа чай горячий И вибрацию на телефон Где ты этому всему научился? Ауа Я понимаю, что там будет дальше реклама Но это правда Но это же надо было всё выучить Я восхищаюсь такими людьми Которые способны делать всё И сразу сами Не нужна ничья помощь Ну и чтобы игроки не путались Какая кнопка отвечает за что А я добавил пафосный анимированный текст В самый центр фотки Ух Оу Стиля И остаётся добавить звуковые эффекты И спустя два дня без сна Вот результат Оно А кстати Кнопка сделать себе чай Ничего не делает Она Ну просто напоминает Чтобы ты Сделал себе чай Ну и заодно я решил Хорош Аутро Ну если вы проиграете Я в Минджорне сделал фотку на гробе Чуток подправил в фотошопе А после чего в авторе добавил эффект тумана и пыли И всё Остаётся добавить сюда некий дату проигравшего Раз уж у нас уже есть менюшка И аутро А что насчёт геймплея Пару слов о сюжете У нас на этот раз он есть Я им вдохновился Когда смотрел документалку Про Северную Корею Короче По сюжету В вымышленном мире Всё работает как феодальная иерархия То есть Один процент Который всем управляет Четыре процента элиты Которые служат Одному проценту Но зато управляют Всем Девяносто пяти процентом Населением А чё это вымышленный мир Как бы мне не хотелось сказать Что это вымышленный мир Но это наше настоящее Увы Увы Так и распределяется всё в этом мире Есть всего лишь четыре процента Которые Как бы балдёжно живут Есть один процент Которые вообще всем управляют И девяносто пять процентов Которые обслуживают Вот этих вот пять процентов сверху Пытаясь Надеясь Вырваться К ним Рабов Называйте их как хотите У них всё равно прав нет Одним процентом стать нереально И можно только родиться Но Зато Можно вступить в эти четыре процента Ибо раз в год Этот добрый один процент Организует ивент Где вы можете посоревноваться В русскую рулетку С другими крестьянами И из Однополмиллиона участников Побеждает Только один Ну это типа как Колизей в Риме Чисто развлечение для одного процента Ну и собственно Это же фонарь из голодных игр Там не так было Там так было Там по другому было Кстати вы знаешь Вышел Приколы Если не ошибаюсь Или завтра Или послезавтра Выходит голодным играм Надо обязательно посмотреть Если вы фанаты Тоже как и я Сказываешь Я что не смотрел Голодные игры Просто скажи Что там по другому Вообще было Там не так было Ну и в общем Победители сражаются С победителями Пока не останется Только один Пока я делал меню Пацаны сделали Очень красивую комнату Домик И сделали Огромный лес Привозят в лес И игра будет начинаться С того что Два солдата Вас сопровождают К домику А я выложу Альфа версию Свою телегу Вы что не подписаны На мою группу В телеграме А на мою Че вы не подписаны Скажите пожалуйста Обязательно Подпишитесь на мой И обязательно Подпишитесь на мой Игровой канал Там будет ссылочка В описании Там же я Тоже игры всякие Прохожу И там весело Забавно И так дальше Так что пожалуйста Пожалуйста Прожмите Прожмите Мне будет приятно Ууууу Куда Это он Это рандомный Комментарь Ха-ха-ха Мои дорогие Это абсолютно Рандомный Абсолютный Комментарь Ха-ха-ха Всем хорошее настроение Ммм Вы другой чел Ну или ваш друг Будете играть В русскую рулетку По очереди Добавляя при этом По одному патрону Каждый раунд А увы В альфа версии Мы пока не добавили анимацию перезарядки Ребята уже два месяца делают анимацию перезарядки револьвера И, видите ли, я хочу, чтобы перезарядка была медленной и реалистичной Не как в RDR2 В RDR2 всё какое-то быстрое и дёрганное А, ну, тут челы по сюжету никогда оружие в руках не держали Как они могут всё делать так быстро? Следующей фишкой, которую я добавлю Это объявление каждого раунда через динамик в домике А я эту фишку стырил из Джона в ИК-4 Также в зависимости от проигрыша или выигрыша В конце будет показана цитата Это я с Modern Warfare украл А, кстати, про Рагдолл В игре у челиков и даже у револьвера есть физика Так что каждый проигрыш анимируется абсолютно по-разному Но ещё мы сейчас добавляем лицевые анимации и голосовой чат И нам остаётся добавить звуковые эффекты Сервера, ачивки, не буду спойлерить какие Голосовой чат, пофиксить баги и релизнуть игру Я надеюсь, игру вы... И по факту только один будет победитель Вот получается, что даже если ты победил Ты сражаешься уже с тем, который победил Поняли логику? Так или иначе, ты всё равно можешь проиграть Да, такая игрушка получается Забавная Чисто так, минут пять поиграть Выпустим в этом месяце До этого выйдет вторая часть этого видоса А пока что всё складывается хорошо Но я не смог убестить всё в одном видео Ввиду того, что нам ещё многое надо сделать и довести до ума Да, делать анимации, да и, увы, создание игры Особенно вот такой Которая должна быть просто отполирована, как швейцарские часы Требует большое количество времени Мы, к слову, начали делать её ещё в августе Так что да, поиграйте в Альфу Ссылка будет в телеге Если у вас есть какие-нибудь крутые идеи Или что можно сделать лучше Я буду рад их услышать И надеюсь, игра получится реально интересной Всем огромное спасибо И всем пока Как вы думаете, стоит ли в этой игре всё-таки добавить какую-то возможность возрождения Или, например, через год, там, или через месяц У тебя снова есть шанс попробовать сыграть Как бы один раз, просто один раз Это вообще обидно А если всё-таки дать ей какую-то возможность восстановления Это же подсаживает людей на эту игру Они будут хотеть снова попробовать Снова сыграть в неё Это классно Пишите свои мысли в комментариях обязательно Если вам понравилось смотреть вместе со мной Ставьте лайк Заберяйте в мой инстаграм, телеграм А также на тот самый игровой канал А с вами был Дима Типату Пока Субтитры сделал DimaTorzok